Здесь будет город Сугроб. Иваново укрылось снежным одеялом. За последние двое суток выпала месячная норма осадков. В воскресенье в мэрии провели экстренное совещание. Приглашали представителей ресурсоснабжающих организаций, представителей коммунальных служб, которые занимаются в том числе уборкой города и обслуживанием дворовых территорий с лежением за работой управляющих компаний. Привлекали представителей МЧС, военные структуры для проведения этого штаба. Были решены следующие вопросы о привлечении дополнительной техники. Ряд коммерческих структур обзванивали, выходили на связь, на контакт и привлекали дополнительные единицы. В результате в городе трудилось более 100 единиц техники. И, соответственно, по, скажем, бригадам ручников были оперативно организованы дополнительные бригады. Все коммунальные и ресурсоснабжающие организации были переведены на круглосуточные дежурства. Глава города также обратился к ивановцам с просьбой посильно поучаствовать в борьбе с последствиями снегопада. В экстренной ситуации ни одна лопата не будет лишней. Друзья, обращаюсь ко всем неравнодушным жителям города, студентам, волонтерам, всем, кто чувствует в себе силы и возможность помочь. Это наше общее дело. Каждый может внести свой вклад и оказать посильную помощь. Почистить подход к подъезду, въезд во двор. Участие каждого будет ценно. Пожалуйста, обратите внимание на одинокопроживающих соседей пожилого возраста. Проведайте их, спросите, не нужна ли им какая-либо помощь. В воскресенье кое-как удалось пережить, а капризы природы продолжились и в понедельник. В связи со сложившейся погодной ситуацией приняты беспрецедентные меры. В школах объявлено свободное посещение. На улицах вновь пришлось столкнуться с рядом трудностей, причем как водителям, так и пешеходам. Зато в своих домах проблем, связанных со снегопадом, жители города не почувствовали. Несмотря на обильные осадки, Ивановской электросети удалось избежать обрывов на линии. Ни один абонент от отключения света не пострадал. Аварийных ситуаций не было. Я считаю, что это связано с тем, что мы в полном объеме и своевременно выполнили все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. То есть, более 10 километров изолированного провода мы заменили на самонесущие изолированные провода, что способствует снижению аварийности на сетях. Своевременно выполнили подрезку ветви деревьев. Линии электропередач, ветви деревьев и крыши домов остаются под пристальным контролем. В Иванове работает горячая линия по этим вопросам. Но сейчас главная проблема – дороги. Каких-то пара суток потребовалось на то, чтобы улицы города превратились в сплошной сугроб. Чтобы исправить ситуацию, понадобится также не меньше двух суток. Снегоуборочная техника работает в усиленном режиме. Вся техника, которая имеется в наличии на работе – это до 90 единиц спецтехники разного плана. Работу в основном ведем, конечно, ночью, чтобы не нарушать движение по возможности. Спасибо тем водителям, которые прислушались к одной из просьб и ограничили пользование личными автомобилями. Специалисты МУПСа ЖИХА также просят автолюбителей по возможности не парковать машины на краю проезжей части. Из-за оставленных таким образом легковушек снегоуборочной технике приходится по нескольку раз возвращаться к одним и тем же улицам. Ночью достаточно много машин на обочинах, брошенных. Приходится повторно разгребать и расширять трассу. На это уходят дополнительные силы и отнимают время от расчистки других дорог. Снег разделил Ивановцев на две группы. Одни взяли в руки лопаты, другие – мобильные телефоны. Помочь очистить свой город или хотя бы свою придомовую территорию – миссия не такая уж неуполнимая. В воскресенье за лопаты взялись курсанты пожарно-спасательной академии. Не только сделали доброе дело, но и получили моральное удовлетворение от этого. 400 курсантов нашей академии в составе 100 мобильных групп принимали участие в обеспечении безопасности жителей нашего города. В районе остановок, пешеходных переходов, расчищая подходы к проезжей части и пешеходные переходы. И, знаете, приятно было слышать теплые слова жителей города за ту помощь, которую мы оказали нашим горожанам. Очень много звонков поступало и в дежурную часть, и в главное управление МЧС по Ивановской области. Военные, полицейские и даже сотрудники городской администрации участвовали в расчистке улиц от снега. Ну а те, чья миссия решать проблемы, оставаясь по ту сторону экранов гаджетов, подстегнуть уборочную технику решили традиционным способом. В интернете развернулась целая кампания по организации митинга. Пользователи соцсетей планировали даже перекрыть центральный городской проспект. Правда, эти смелые планы не пошли дальше комментариев и лайков. Ну так писать, не лопатой ворочать.